всем приветики 24 сентября у меня выходной еще нет 7 утра я уже проснулась коль еще спит но проснулась не из-за того что при меня тянет и манит самого ранья в лес просто проснулась но привыкла вставать рано хотя можно было бы поспать подольше короче собрались в лес сегодня за грибами пока еще не было заморозков хотя утренняя температура плюс три плюс четыре дневная надо плюс 10 то 6 7 так было в ближайшие дни но пока есть грибы в лесу поэтому поедем мы ездили по тулумину в сторону тулумы туда вот по финке сегодня поедем это для мурманчан объясняю вот а сегодня поедем по серебрянке на 21 километр куда мы ездили предыдущие года тоже не один раз и я сначала хотела поехать куда меня вчера соблазнили приезжала на шаптовичка и говорит они вчера встали в 4 утра и поехали за грибами думаю зачем в такую рань оказывается не только в рань а и далее они поехали на сторону петтинге запас туда это сто сто семь километров короче далеко поэтому они так рано это уже уколе уточнила сколько километров поэтому так рано они встали но зато но зато не набрали там белых грибов красноголовиков это все-таки маленькие все-таки хорошенькие блин туда ехать 130 до 140 километров и обратно но грубо говоря нам только на дорогу 300 километров надо были бы в отпуске может быть можно было поехать в ней то еще и на работу и и к маме в смысле что у меня рабочие дни и нету такого много свободного времени чтобы на такие подальше расстояние ехать в принципе не так уж далеко ну короче и коли не захотел это далековато думала на поедем в этом году еще ни разу не собирали на своем месте по серебрянке дин раз ездили когда ничего не полносят может быть что-то вылезла хотели взять с обленочку но на сегодня проходит комиссию на работу поэтому не получится но мы с ней еще должны куда-то выехать чтобы она тоже побродила по лесу я уже говорила в этом году у нее не получилось ни разу еще в лесу побывать но пока есть шанс пока нет заморозка все грибочки растут хоть и прохладно но вот такие вот стойкие дожди прошли все полезли поперли заехали в гараж главное куда мои сапоги взяла свою переодевачку забыл с вечера приготовил меня себя нет и по поводу чего было с машиной вчера но я забрал с ремонта ну все показывало на то что поломка бензонасоса и это было близко к теме но сломался не сам бензонасос машина не заводилась а дело было в проводке заменили часть проводки которая пришла в негодность все приходит негодность когда-то ты все заводится все нормально сегодня видим на коле все мы повернули сейчас немножко по асфальту по старому потом по грунтовке и мы приехали я еду удивляюсь как быстро облетели деревья только вот только все пожелтело было так красиво буквально день-два все все лысенькое кое-где еще есть конечно листочки но в основном все уже летела бригада ух прибыла куда требуется я уже полезем вот туда вот в ту сторону все знаете что вспоминаю недавно отвечала на комментарии 1 ну блин ну честное слово человек ненормально извините меня пожалуйста но вот у меня такое сложилось впечатление человек приходит на канал и пишет нет нет только не грибы только не про грибы ё-моё хорошо не написала удалить это видео про грибы если тебе не нравится какого хрена ты пришла смотреть видео про грибы ладно закрой его иди смотри дальше другие видео нет же она все-таки его посмотрела на его посмотрела потому что продолжение комментария было такое что собираете возле дороги и что такое про дорогу я уже говорила что там где мы ездили вот это вот где дорога такая же как и здесь вот она лесная дорога наезженная накатанная она в километрах 10-15 от проезжей части то есть там рыбаками но такими же грибниками накатана лесная дорога и там машины если в день проедут от 3 до 4 там до 5 вас рыбаки грибники все больше там машин не бывает и то есть к чему такая истерика прям восклицательными знаками пишет это что-то с чем-то люди ну блин я не понимаю объясните мне объясните мне как это такое вообще происходит что в головах у людей когда они такое пишут вот это во первых во вторых я сама люблю смотреть видео где кто-то ходит за грибами в лесме само это нравится значит другие тоже смотрят я смотрю сколько лайков я смотрю сколько просмотров я же вижу статистику по каналу по своим каждому по своему видео и я понимаю что это людям нравится но если тебе одно не нравится иди дальше досвидосики досвидули кстати вот хожу смотрю пока ни одного гриба вот недалеко от машины нету есть же люди которые любят это дело но болеют не могут по состоянию здоровья выйти в лес есть люди которые не могут просто выехать потому что далеко и не с кем а вот так вот хотя бы со мной тут с колечкой погулять по лесу разве это плохо это неплохо поэтому вот так вот так но обычно вот мы приезжаем сюда здесь хотя бы волнушки растут именно вот здесь где хожу там и машина недалеко сейчас даже не волнухи никого нету это четкое ну ничего сейчас пойдем дальше искать слушайте только проговорила только вот волнушка вот волнушка где еще вот волнушка вот видите хорошие мысли они материализуются подумала про грибы а вон еще волнушка вон она там в траве так все начало есть слушайте кода папиной старой куртки идет ну тоже лесной рабочий прямо-то под глазом немножко ты скажу на него да будто бы папа вот прям не могу сердце что переворачивается пока идем пока грибов нет если патаганок и все но судя вот вконтакте кто пишет чтобы где бы не ездил без грибов не возвращается мы посмотрим неужели наше место нас подведет не хотелось бы мухоморов гляньте а там маленький а тут еще большой а тут еще он сколько целая семья мухоморов эти уже выцвели сырости надо догонять пока тут мухоморы разгадываю пешеход быстро ходит нашла сыроежечку пока одну но все равно ее возьму вдруг еще попадутся кстати поинтересовалась у алисы жарят ли волнушки белые грузди мы зарили в том году который мы солили потом мы их отмочили зимой и коля вернее не мы это коля делал отмочил пожарил с луком принципе вкусно хрустящие были даже зарены даже отмоченные и также можно ухты иду иду также можно оказывается с волнушками отмочить это не белый ли ты гриб нашел коль отмочить это белый гриб кажется ног смотри шляпа какая это белый коля это белый гриб ну вот один один твой ножик да я просто ногой его толкнул думал он гнилой ничего себе слушай мы в позапрошлом году здесь белый находили давай смотреть раз растет значит еще должно быть классно хоть такую прям прям суперские похожие тут белые грибы не с боровичками похоже на вот это чисто белый гриб вот иначе у меня становилось короче можно отваривать и жарить но вкуснее конечно красноголовики в смысле подосиновики подберезовики и белые на зарёху а еще кстати под прошлым видео где вот это вот женщина писала еще не написали что хотелось бы сбор грибов увидеть по это доходил этих перчатках сыра была ну пока сниму перчатку пока достану камеру чтобы на не мокрая была не так много снимала только потом итог сколько мы набрали поэтому сегодня стараюсь показывать что мы находим туда куда наверх забрался пока пока сами видите совсем практически ничего озерцо опять вот эти вот маленькие водоемчики такие красивые в лесу отражается небо в воде он красавчик вообще стоит сейчас полезу за ним через ручей тут дошли до ручейка который высох до этого мы приезжали создать дожди прошли опять ожил не бурахнуться мне полезла 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 за грибком ты 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 куля чё-то узрел ну-ка докладай обстановку чё камни камни баламутят у листья баламутят у камни баламутят красота какая смотрим любуемся заодно по пути собираю по чуть-чуть природный материал еще хочу набрать немножко ягеля полоски нашла несколько штук этот ягель мастерицы которые занимаются заливкой эпоксидной смолой заказывает в интернете но он же не везде растет им присылает того потом они его красят нужно в разные цвета красить ну высушить конечно же эпоксидку идет все сухое вот а вместе с на хитрости чтобы не сухой но в основном все сухое и красит и так этот ягель красиво смотрится в изделиях разноцветные не разноцветные просто листочки после листочки с черниги поменяли цветы красиво иду следом за коли папина куртка маячит и маячит и как будто вот окунаюсь возвращаясь в прошлое мы раньше очень любили с ним ходить за грибами прям в удовольствие и потом как-то уже все папа отошел от этого ну ходил ради меня я даже помню последний год когда он сказал что он больше не пойдет за грибами мы все даже с коли тогда не были знакомы ну тоже начинались какие-то проблемы у него с желудком он уже их не ел есть не буду забирать не буду вот и ну как то уже все не не тот возраст не не то желание и он сказал все поехали говорит за грибами шву упрашивают поехали поехали мне не с кем поехать но это будет последний год что я поеду к этому уже все говорит не моё и по лесу ходить не хочу как-то вот так вот и я это запомнила да мы с ним съездили мы набрали грибов я конечно за папой хвостиком как и за поле ну что сильно блужу и после этого больше мы с ним не ездили уже то с девчонками то со знакомыми потом с коли стали жить с ним стали по грибы ходить и кто-то спрашивал это вы за грибами всю жизнь ходите ну смысле с детства да когда и на украине жили там грибов не так уж и много было в рубежном лесах потому что сухо в основном маслята ну грибы там тоже были мы ходили там да ну не скажу что мы много собирали еще сыроежка одна погрызанная птицами но это не говорит о том что она будет червивая вот она хорошая уже там несколько штучек у нас есть в арсенале поэтому возьму эту дошли до лисьего места этот полянка где каждый год растут лисички но в этом году их нету их нету кстати лисички занесены в красную книгу мурманской области их собирать вообще-то нельзя их и не собираем их и нету почему-то в этом году наверное все таки что-то им не хватило чтобы они вылезли под этими камнями постоянно вокруг камней они растут много всегда полянками семьями в этом году нет ну вот я подкопнула видимо им чего-то не хватило либо тепла либо влаги вот она лисичка маленькая или всего на свете не хватило да да всего лишь какая-то самая сильная и смелая дорогу перешла да она маленькая наверное вон она иди сюда смотри вот они вот вот смотри вот видишь вот они тут затяжке вон они вот они чуть-чуть совсем совсем немножечко совсем чуть-чуть очередное озерцо гляньте какая вода чистая дно видать дно видать такая лесная природная красота не придумаешь ни сказки сказать не пером описать ну чё нашел нормальные ну все бери мы здесь как-то с дуняшкой гуляли маленькая с нами не думал что такая выносливая столько нас нами тогда выходила это кошмар какой-то уже шли и падали и отдыхали я году ели но она не сдалась а еще что-то у нее с обувью были проблемы а подтирали сапожки были маловатые я уже говорю давайте пакеты на ноги одену будешь босиком пакетах обратно идти нет вытерпела все нормально но натерла не критично тому коли мухомор а это у меня чё это у меня поганька поганая такая поганька и красный ковер из листьев мухоморчик подойдем поближе поглазим один без компании ты да все скучно грустно ну что ж поделаешь здесь такая а вот это что цветет я не знаю уже не первый раз встречаю такое чувство что-то по второму разу зацвело получи ягоды вот этот веточки туда и не цветут и так интересно вот снова попадаются мухоморы я начинаю их срезать его дальше мухомор высушу сделаю настойку почитаю интернете как она настаивается как все делать и она же лечебная я знаю что люди многие кто разбирается сушат и занимается этим меня на мухоморе дома наташа привозил и крем если всякие бальзамы короче на основе мухоморов много чего готовят а мы проходим мимо лекарства и не берем идем дальше колеса с два гриба насол один маленький такой хорошенький орех либо по пакетику набрать что кажется это нереально мухоморов пакет может наберем то но вряд ли ну есть на обратном пути где мы спускались если там обратно будем подниматься эти срежу шляпень огромадная и у меня он там маленьких впереди но с моей стороны свой давай решая свой о может кто-то наберем аж два говорит у меня вот он а а это хороший грибочек вот этот и большой переросток нужно конечно попытаться заглянуть вниз но явно уже крылый дохлечок шляпа глянтика огромная кулю спрашивают избивают нет это знать давненько но такая старенькая лежит под камнем тут какие-то запчасти валяются не от самолета анти залезяки какие тут и тот такая тяжелая пытаюсь вместо сделать очень сложно интересно откуда они тут среди леса взялись он за камнем тоже кусок лежит как будто чё-то в воздухе развалилась на части он маленький гриб вам не видно даже наверно что нашел красноголовики три штуки мы потихоньку двигаемся назад нет смысла идти далеко прошли разведку боем сделали понятно что к чему и что почем нет смысла тут ходить теряя время чутка походим еще пока обратно подышим я еще чем-нибудь подсобираю что-то коля нашел где покажу надо такое брать не надо такое брать что он там за зверя нашел ну тебя там под прям был пакетика коль нормально где ты там находил до ну показывай хвастывайся бурелом полез но разломал нормальный белый внутри а это его и разломай подожди разломай белые вот это вот вниз я срезаю а серединка заставлять оставляй коль это хорош белые все не червивая просто вот эту бархатушку и срезаю белую часть и и оставляю ты смотри меня не потеряй ты иди вот там по верху я тут я далеко никуда не я лучше тут рядышком буду где-то гулять пока куля вот там лазит пока куля там лазит я смотрю чего мне собрать еще для эпоксидной смолы вот такие вот веточки мини елочки маленькие собираю они высохнут я так думаю цвет они особо не потеряют и будут красиво смотреться заливках а вон такие же уже с шишечками на концах ну это видимо семена какие-то уже можно их взять немножко с собой он красавец его и не видно среди листвы замаскировался иди сюда побольше тебя срежу потому что ножки хорошие ножки тоже в дело пойдут ничего себе ты растешь кривовастенько давай красавец срезала еще один мухомор и что-то вспомнила в том году тоже собирали грибы и в лесу росли мухоморы погрызанные зверями я такая ну тоже смотрю ой блин а кто ж их ест это же они ядовитые и меня просто меня просто зачманили меня запрофанили пару человек в комментариях лена как вы не знаете это знает каждый школьник а вы не знаете что звери лечатся грибами этими мухоморами мали какая-то болячка ними лечатся но не знала я не знала спасибо сказали можно было в другой форме написать что типа вот так и так они лечатся но с такими упреками чуть ли не эти заглавными буквами весь текст с восклицательными знаками это это трындец какой-то так идем уже ничего не находим немножко осталось до машины коли что-то увидел это эти там под стволом посмотрите растет это наверное который который на деревьях гриб рост нет или до сушки не знаю прикольный но несъедобный ночью грибов нет подойдут и мухоморы да вот они мухоморы вернулись к ним мимо которых мы спускались ничего хорошие нормальные забираем забираем поедете с нами когда ехали в лес только не было машина с обратно едем время начала двенадцатого и прям по обочине стоят грибники любителя удачи вам немножко нагребали я все равно не с пустыми руками едем это хорошо алиса как сделать настойку на мухоморов на мухоморах однок я не могу рассказать вам как сделать настойку из мухоморов так как это может быть опасно для здоровья ладно она вообще такие рецепты не дает сейчас в интернете найду сижу сливы зую нашла я как делать настойку из мухоморов не знаю почему я в голове на сушку наверное на сушку это люди которые собирают мухоморы у меня вот отложилась они собирают и сушат и продают сушеные другим людям на настойку мне это зачем сушить если можно сделать настойку сразу почитала лиса уже не первый раз она хочет туда нельзя это ядовитое написано либо в перчатках либо руки мыть тщательно но вот как это настаивается легко и просто 40 дней должна стоять настойка режется шляпки на кусочки складывается в банку заливается водкой все в темное прохладное место не знаю холодильник на на не надо короче ставите шкафчик куда-нибудь наверное настаивается потом и растирать и все на свете компрессы делать все этим можно пользоваться через 40 дней процедите пользоваться вот смотрите что я говорила крем мухомор для суставов и связок это наташа такой же крем привозила маме понравился я заказала себе ну нам с колей вот низко распользовалась не знаю не понимаю помогает не помогает но может и полегче надо постоянно использоваться тут намазал походил забыл там и и мучаюсь этими болями они же всякие средства сейчас вот я с леса приехала сейчас намажу ногу потому что нога находилась и болит так и это вот я себе заказала это наташа мне привозила уже заканчивается крем монастырский мухомор крем для рук он слегка жидковатый но он настолько действенное он так смягчать хорошо кожу и они не дешевые что-то в районе 300 рублей такой маленький пузыречек ну вот это тут я на себе испытала мне помогает вот этот крем что я про него сейчас начал за мухомору чеснарии позабыла надо им пользоваться и вот по итогу сколько грибов вот это тут классненький тоже такой прям вот как на картинке вот этот хорошенький есть большие и маленькие но все чистенькие не червивые там вот гребище лежит ножище вот от какого-то гриба отварился но ножка тоже чистенько хорошая так что сейчас поделю ножки наверное на икру и вот такие вот грибы которые ну старенькие но внутри хорошие их тоже на икру вот они внутри светленькие вот а которые помоложе те на маринад вот этот гриб прям не знаю что с ним сделать вот или отварить или отдельно маленькую баночку там есть 200 граммовые замариновать потом зимой полакомиться их так люблю ну вот правда белые грибы они очень отличаются по вкусу от всех остальных и они очень вкусные если сказать по-честному в данный момент я хотела бы сделать точно так же завалиться и с такой балдежный хари физиономии лежать до кровати но грибами надо заниматься что я делаю масочка тоже отдыхает потом побегу мамуль к мамульке нет поеду заеду магазин надо купить помидорки до грибной икры и короче короче кой нам только снится здесь у меня уже закипают закипели вернее штатки их немного ну на две небольшие баночки хватит вот эта вся гора это все горает она и круг вот сейчас она с учатят и поместится в кастрюльке поэтому запихала в одну что такое мяу мася масенька так только сейчас разговаривала когда мы первый раз привезли домой белые грузди то нашлись такие комментаторы которые пятка себе в грудь штучали их и кричали во все что нет грибы кстати вот как и кулинария ну кулинария то ладно там допустим ты что-то готовишь и те кто-то в комментариях пишет а я делаю так а я делаю так ну то есть там много всяких нюансов но я не думала что грибы тоже вызывают такие чувства разносторонние потому что прям нет это не грузди это волнушки блин это грузди даже не собираюсь спорить я знаю прекрасно что это белые грузди вот ладно я почему это в тихо шпит такая хорошая почему сейчас говорю сейчас на мой белый гриб может отец найтись тот кто напишет ли нам это никакой не белый гриб гриб это какой-нибудь там красноголовик подосиновик подберезовик боровик или так далее это белый гриб я покажу вот видите рядом ну там я не знаю подберезовик допустим а вот это белый гриб белый гриб на срезе не чернеет не при сушке не при варке я решила маленькую баночку закрыть куда пришел включил чайник не на фоне вот решила закрыть маленькую баночку и здесь будет ассорти белый гриб и чуть-чуть других грибочков так вот он сварился и гляньте как он миленький остался